Флорис Герритс Ванс Хоттен, один из самых замечательных мастеров живописи на открытых столов. Писал и кухонные сцены. Такие его картины, как «Уголок кухни», «На кухне» и «Натюрморт» в равной мере могут считаться как натюрмортами, так и жанровыми сценами. Родившись около 1590 года в Харлеме, Флорис Герритс Ванс Хоттен начал свою профессиональную деятельность в этом городе уже в 1605 году. Спустя 7 лет в 1612 году он женился, а в 1639-1640 годах избирался членом правления Харлемской гильдии Святого Луки. Дата его смерти неизвестна, но в 1655 году художник еще проживал в Харлеме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В его работах «Кухонная посуда, домашняя утварь и натюрморт с битыми зайцами» мы встречаемся с чистыми натюрмортами. Правда, кухонная посуда является лишь одним из главных, но далеко не основным мотивом располагаться рядом со сыном окороком, рыбой, овощами или битыми зайцами. Иногда в мотивы кухонного натюрморта вплетаются даже мифологические образы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Отработанность линии, подчеркнутая пластика формы характерны для двух одноименных картин сервированный стол Флориса Ван Схотена. Пространство этих двух схотеновских натюрмортов строится так, чтобы наилучшим образом обеспечить удобство обзора для зрителя. Здесь представлено несколько сортов сыра и фруктов, разложенных на аллоганных тарелках и блюдах из китайского фарфора, а также блюда с фруктами, помещенные точно в центре пересечения диагонали картины. Тарелки, подносы и блюда расположены почти впритык друг к другу. В тех же местах у передней кромки стола, где образовалось свободное место, художник поместил веточки смородины, булочки и столовый нож. В то же время пространство стола не кажется здесь чересчур тесно заставленным предметами сервировки благодаря умелому распределению светотеневых пятен. Золотистые абрикосы на оловянном подносе аккуратно перемешанные с темно-фиолетовыми сливами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 булочкой, ремером и кульком с перцем располагается жаровня, буительная трубка и связка лучина. Видно сильное различие от этих картин поздних работ с Коттеном. Поле зрения в них сужается. Художник теперь останавливает свое внимание на одном каком-либо главном для него мотиве, что хорошо видно на примере двух одноименных натюрмортов завтра с ветчиной. Четко выраженный горизонтальный формат расположения предметов строго по диагонали стола по схеме двух равновесимых треугольников, придающие постановке диаметрическое равновесие, перемещение акцента на натюрмортные группы в сторону от оси симметрии. Отличительные черты композиций этих картин с Коттеном. Пожалуй наиболее виртуозным средством живописной манеры мастера стали световые эффекты, яркие блики света, пронизывающие стекло риомера и многократно преломленные в аналитом в нем вине, сверкающие на влажные поверхности маслин и золотистые чешуи селедки, превращают ничем не примечательный домашний завтрак в красочное сказочное пиршество. Впечатлению динамики, насыщающей живописную ткань натюрмортного образа, в немалой степени способствует типичной для позднего творчества сходы на фактурный рельеф краски, которая то становится необычайно тонкой, почти прозрачной при моделировке поверхности риомера, то пастозной и тягучей вязкой в трактовке кожуры лимона и поджаренной корочки булочки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...